Виктория Костюк Там не был установлен диагноз гинекологический. Я хочу, чтобы клинику лишили лицензии. Там проводят операционные вмешательства по всем основным направлениям хирургии, гинекологии, резекции почки, вплоть до трепанации черепа. Яна Костюк, в отличие от мамы, уже устала доказывать, что была допущена врачебная ошибка. А началось все с боли внизу живота. Яна позвонила медицинскому ассистансу по своему медицинскому полису страхования. Девушку направили на УЗИ к гинекологу. А тот всего за минуту поставил диагноз – киста яичника. Она выписала направление, где есть разрыв кисты яичника, направляется в стационар. Это она письменное направление дала. Скорая отвезла девушку в частную клинику. Яну оставили просто в коридоре, в клинике, где только амбулаторный прием. Отсутствовало приемное отделение. Но палаты были. В одну из них и поместили новую пациентку. Другой врач повторно осмотрел на УЗИ девушку. Выдал ей снимки, но в своих выводах не сообщил. И после этого дочку отвели в палату, там поставили капельницу, взяли анализ крови. И врач, когда она у него спросила, что с ней будут делать, значит, он ей сообщил, что будут наблюдать, может, прооперируют. К этому времени в больницу приехал отец девушки. И ему сообщили, что у Яны внутреннее кровотечение и нужна срочная операция. Девушка попросила провести лапароскопию. Это хирургическое вмешательство, при котором доступ к внутренним органам осуществляется через микроразрезы или проколы на теле. Врач согласился. Но если сказал, что у него не получится, он проведет открытое операционное вмешательство. Значит, дочка на это дала устное согласие. Согласие в письменном виде она не давала. Очнувшись после наркоза, Яна обнаружила, что ее живот полностью разрезан. А на ранее установлены медицинские перчатки для дренажа. Мама пациентки пошла к врачу выяснять, что же случилось. Он мне сказал, что это тайна конфиденциальная дочери, так как она претензий не предъявляет, чтобы я оставила его в кабинет. А заключение к этому ультразвуковому обследованию он даст вместе с выпиской. Получив от медсестры копию заключения, Виктория обнаружила, что диагноз киста врач поставил с вопросительным знаком, а в рекомендациях написал УЗИ в динамике и никакой срочной операции. В эту же ночь у пациентки начались проблемы с сердцем. Пришел анестезиолог и медбрат и сказали, что реанимобиль клиники до 4 утра дежурит на боях без правил. И кардиолога сейчас никого с врачей нет. Я приоткрыла окно, обтерла Яну холодной водой полотенцем и сказала, чтобы они сняли эти капельницы. И дочка понемногу начала приходить в себя. Суббота, воскресенье, то есть там врачей не было, никто Яну не осматривал. После выходных Виктория обратилась уже к руководству клиники, но, утверждает женщина, понимания не нашла. Поэтому вызвала наряд полиции, чтобы написать заявление о бездействии врачей. Руководство клиники, в свою очередь, вызвало адвоката. Они все-таки пошли в палату. Я хотела следом за ними зайти. Но они начали кричать и выгонять меня. Дочка испугалась, начала плакать. Лечащий врач попросил Яну подписать с задним числом разрешение на операцию и отказ от претензий. Под давлением присутствующих еще слабая после операции девушка согласилась. Через день, сняв швы, ее с температурой выписали из больницы. До сих пор у Яны боли при ходьбе. При повторном обследовании врачи обнаружили спайки. Кроме того, у молодой девушки удалили часть маточной трубы, а это уменьшило ее репродуктивные возможности. Виктория написала заявление в МОЗ с просьбой разобраться в происшедшем и предоставить ей лицензионное досье клиники. Деятельности стационара как такового с проведением операций, с общим обезболиванием у них нет. Там у них нет приемного отделения, хирургического, гинекологического, анестезиологического, реанимационного. Нет договора с заведениями службы крови. Нет крови, если не дай бог кровотечения какое-то, то есть там помощь оказать вообще некому. Пострадавшая Яна Костюк 16 раз обращалась в клинику, пытаясь получить историю собственной болезни, но безрезультатно. Медицинскую выписку пациентки так и не предоставили. Виктория обратилась в департамент здравоохранения Киевской мэрии. Там была проведена соответствующая проверка клиника экспертной комиссии, по заключению которой стало ясно, врач, который проводил операцию, не имеет сертификата врача-гинеколога и не должен был проводить гинекологическое вмешательство без соответствующей бригады. Застопорилась на том, что не изымается полностью у дочери медицинская документация с первой клиники, со второй полностью разрешительные документы клиники. По многочисленным запросам, заявлениям и обращениям Виктории к правоохранителям в ЕРДР были внесены данные по нескольким статьям. Это часть 1 статьи 140, ненадлежащее предоставление медицинской помощи. Статья 138, незаконная врачебная деятельность. Часть 2 статьи 358, подделка документов. Часть 1 статьи 121, умышленные тяжелые телесные повреждения. Киевская городская прокуратура номер 7 взяла дело под свой контроль, пока следствие продолжается распространяться. О нем прокурор не имеет права. А тем временем мать Яны уже отчаялась добиться справедливости. Виктория даже написала плакат, чтобы на нее обратили внимание. С ним она стояла под стенами Министерства здравоохранения. Это плакат, который я сделала с целью привлечь внимание к проведению незаконных операционных вмешательств. Вплоть до того, что я буду перекрывать мост метро, чтобы досудебное расследование было закончено, изъяты все документы и полностью притянуты все виновные к ответственности. Пока сюжет готовился к эфиру, мы несколько раз пытались связаться с руководством клиники. Сначала по телефону нам пообещали передать просьбу об интервью руководству и перезвонить. Не дождавшись звонка, мы поехали в клинику без приглашения. Нас в здании не пропустили, аргументируя это тем, что из-за карантина заходить могут только пациенты. И передоставили еще один номер для связи с руководством. Я к вам по поводу Яны Костюк. К нам обратилась ее мама. И очень хотим получить комментарий от руководства, от компетентных лиц от вашей клиники. Я уточню, кто по данному вопросу сможет с вами пообщаться, я организую, с вами свяжутся. Сколько времени это займет? Не могу сказать, это не от меня зависит. Мы все же надеемся на то, что руководство клиники свяжется с журналистами. И мы с радостью предоставим им возможность обнародовать свою версию того, что же произошло в их клинике с Яной Костюк. Эксперты по защите прав как врачей, так и пациентов утверждают, что в Украине пока нет структуры, которая бы анализировала ситуацию в каждом конкретном случае и могла определить размер вреда, нанесенного медиками пациенту. Когда человеку делают ненужные операции, даже не потому, что они, бывает, не потому, что хотят денег, а потому, что так думают, потому, что так считают, потому, что ничто другое не останавливает, потому, что не консультируется с другими специалистами. Главная сложность подобных споров заключается даже не в самой ошибке, а в невозможности доказать то, что именно эта ошибка нанесла вред пациенту, мешает отсутствие медицинских документов и покровительство среди врачей. Должны быть люди, независимые, во-первых, от системы, и эксперты уже не должны работать в системе. Да, они должны иметь профессиональный опыт, они должны были там проработать, но полностью находиться на зарплате на подразделениях судебно-медицинской экспертизы. В случае открытия уголовного производства следствию нужно доказать, что был нарушен протокол лечения пациента, что и привело к его смерти или другим тяжелым последствиям медицинского вмешательства. В гражданских делах сложнее всего установить нанесенный ущерб. И однозначно специалистов по подобным вопросам в Украине не так много. Если мы говорим о следователях, если мы говорим о уголовных делах, то есть все неявки, невыполнение этих документов, они могут привести к тому, что просто полиция придет с обыском и сама изымет необходимые документы, которые относятся к преступлению. Если специалист не готов давать какие-то показания против себя, он имеет право это не давать, тогда должны доказывать уже показаниями других лиц, других врачей, которые не имеют права не давать. Единичные случаи могут возникнуть разные, потому что это люди. За этим стоит человеческий фактор. Но мне хотелось бы, чтобы общество понимало, что медики базируются на серьезных доказательных вещах, используют различные международные установки, пользуются всеми доказательными базами. В Украине из-за врачебных ошибок каждый день умирает более 30 человек. Об этом заявил доктор медицинских наук Юрий Скалецкий, предоставляя результаты своего исследования в 2019 году. Такая же статистика ведется во всех развитых странах. Так в Великобритании от неаккуратных действий медиков ежегодно умирает 70 тысяч человек, в Германии – 100 тысяч. В Италии из-за ошибок врачей страдают около 90 тысяч пациентов в год. У нас с каждым годом становится все больше пациентов, которые рассказывают о своем опыте лечения у недобросовестных медиков. И чаще всего такие истории заканчиваются привлечением врачей к ответственности. Один из таких недавних случаев произошел в Ровно. Там врач-стоматолог применяла грубую физическую силу к своим маленьким пациентам. По этому делу уже завершено досудебное расследование. Подготовлен обвинительный акт в отношении стоматолога по факту нанесения побоев и умысленных легких телесных повреждений малолетним пациентам. Часть 1 статьи 125, часть 1 126 статьи Уголовного кодекса Украины. Дело уже направлено в суд.